Музыка Ну что, привет, друзья! Вот и наступил следующий день! Мы с вами направляемся в Костка сегодня. Посмотрим, что купим. Сегодня список нетривиальный. Достаточно-таки, наверное, будет немного обычных вещей. Хотя, как всегда, по списку все одни и те же тоже есть. Но мы посмотрим, может быть, будет что-то интересное. У меня есть несколько возвратов. Сначала я пойду на возврат, верну то, что мне нужно вернуть. И пойду в магазин. Но сейчас сначала нужно выехать и доехать до него. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, мы приехали на газолин. Будем сейчас заправляться. Я вам что хочу сказать, ребяточки, что на самом деле у нас... Мы машину достаточно часто сдаем в ремонт... Ну, не в ремонт, а на проверки на разные. Все время что-то выясняется и находится. И последнее у нас было... Еще с лета с прошлого постоянно горела кнопка Энджина. И они проверили там Форде, сказали, что в принципе все окей, все нормально. Но такое часто бывает загрязнение, когда если часто машину доводишь до состояния, когда она ездит практически на пустом баке. Поэтому, ребят, не ездите на пустом баке, заправляйтесь вовремя. Не оставляйте бак меньше, чем четверть наполненный. То есть четверть все заправляйтесь, если четверть бака уже есть, заправляйтесь. Потому что там все скапливается какашка внизу. И это все заходит к вам в ваш Энджин, в ваш мотор. И потом это все нужно чистить. И это стоит деньги. Нам это стоила процедура 700 долларов. Но мы делали это с Фордом. Так что, да, заправляемся и идем на покупки. В общем, ребята, вы не увидите, но здесь написано 52 доллара. Я уже забыла, когда заправлялась на такую сумму. Бензин подорожал. В Костко я еще по дешевке отделалась. Литр стоит 1,27. Чтобы вам было понятно, в среднем у нас обычно 1,10, 1,15 за литр. А здесь сейчас везде по 1,35, 1,36. В Костко стил держат они всегда цену намного дешевле. На порядок дешевле. Это 1,27. Но это очень дорого по сравнению с тем, что у нас обычно здесь цены по Онтарио. Сейчас цены дорогие. Поэтому хочу вам сказать, что вот заправила я и прилично. На 41 литр нужно было заправить машину. Она была практически уже пуста. Не доводите свою машину до состояния, когда ей ну очень сильно уже жажда у нее. Жажда, жажда. Все. Сейчас пошла возьму колясочку. Загружу на нее то, что мне нужно вернуть. Верну и пойду делать покупочки с вами. Такая у нас погода. Берем это, 8,88. Вот меня как-то спрашивала, Лилечка, ты спрашивала, если что-то от укусов. Конечно, есть разные мазелки. Вот сейчас Костко, пожалуйста, 9,79. Вот эти три тюбика. По 20 грамм каждый. От укусов всех. И от пчел, и от комаров. Всех-всех кусающих, летающих. Ну вот. Так что, есть такие вещи тоже. Но я брать пока не буду. Ну вот просто есть. Есть все. Хочу сказать, что вот это вот вообще самое лучшее в мире, что я могла встретить, это вот эти салфетки. Они антибактериальные. Вот. Здесь 6 упаковок. Сейчас они стоят 16,99. Я всех рекомендую. Это и вот для унитаза очень удобно протирать. И на кухне все поверхности. Оно не оставляет, знаете, вот следов, как после в мокрых салфеток. Мы часто любим протирать. Вот. Вот это не оставляет никаких следов. Оно вот вытирает, и нету никаких разводов после этого. Хорошее получается. Поэтому советую брать. Я покупаю по штучке, когда они продаются, по одной штучке. Все не беру, пачку мне надолго хватает. В общем, рекомендую. Если вы помните, как-то снимала. Вот эти вот макароны были из гороха, вот из хомуса, вот из этого, да, нота. Килограмм. Был почти 10 долларов. Сейчас 6,97. Но здесь, правда, только лишь остались из нота. Но брать я не буду, все равно дорого. Ну, вот просто, чтобы вы знали. Так, вот у нас новый какой-то соломончик появился. Она его раньше видела. Но что-то он здесь просто не лежал. У них копченый, вот копченый соломон. Но не знаю, какое-то горячее, холодное копчение, как называется. Ну, получается паунд. Один паунд меньше, чем полкило за 15 долларов. Ну, конечно, я отобрать не буду. Просто вам хотела показать. Он в этом отделе, где все консервы и рис. Я возьму, мне нужно, у меня туна закончила. Полночку беру свою, 7,99. Сегодня пока еще не гост. Решила взять кетчуп. Все, я им угрожала, что брать не буду. Но решила взять, потому что они не могут с кетчупа. У нас ни капли не осталось. Так, соберу кетчуп. А, 7,89. Да, 7,89. 7,89. Поехали. Маслечко. Маслечко заканчивается. 6,99. Взяла фукаччу свою порезанную на луковый суп буду готовить. Идем дальше. Какие-либо всякие вот эти хрустики со вкусом. Вот здесь их целая куча. Есть из сладкой картошки там были. Ну, в общем, разные. Столько всего ямка. Ямка-ямки. Но очень дорого. Как бы, типа, натурально. Поэтому стоит, не знаю, за 500 грамм по 10-15 долларов. Дорого. Вот сейчас слайд манго. Впервые я увидела. В баночке порезанное манго. Вот литр. 7 долларов. Прикольно. Ну, оно там сладкое такое. Ну, сколько сахара. Посмотри для интереса. 19 грамм. Ну, в одном песе, короче, 19 грамм. 5 ложек сахара в одном куске. Представляете? Яйца. Боже, мы даже кейл-чипс продаем. Здесь, конечно, вообще 140 грамм. 8 долларов. Очень дорого получается. Вот хотим сами нахожить в духовке. Да и есть на здоровье. Кейл-чипс. Ой, беда. Творожок. Итак, из того, что мы взяли. Сметанка еще, колбаска. Я взяла сосиски джамбу эти. 10 долларов. Покоска. Все остальное вроде вы видели. Пока что ничего серьезного. Решила в первую жизнь попробовать голдберрис. Они похожи на маленькие черри, но это ягоды. Буду пробовать. А то я все время их вижу, но никогда не брала. Надо будет их взять. Из свежего добавилась туда только булочки. И мяско. Я взяла, я из него делаю. Кстати, шикарные отбивные, ребята. Просто отличные. Вся семья есть. Тоненькие, вкусные. Вот еще дополнительное блюдо, которое я начала готовить из этого куска. Ну что, направляемся на кассу. Итак, дорогие друзья, покупка в Коско сегодня была не такая, чтобы аж, аж, аж на 106 долларов. С налогами 107, за что я заплатила налог. А, за бары, за бары, за бары, которые купила, за батончики. 107, 81. Купилась и захотелось меня мороженка. Вот купила Кушкою 2 доллара на выходе у них. Вот. Так что сегодня, на самом деле, я никаких больших покупок не сделала. Мясо был только один кусок. Но, на самом деле, сильно ничего не купила. Из таких больших нужд было только масло. Булочки в школу детям, колбаска. Ну, как бы обычный такой стандартный набор. Но обычно, если у меня одна покупка маленькая, то следующая обязательно намного больше. Поэтому получается, в принципе, баланс. В принципе, получается баланс. Так что еще раз сходили с вами в Костко. Вы еще раз посмотрели. За ваше здоровье. Мям-ям-ям. Вот. Желаю вам хорошего настроения, хорошего дня. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok